В субботу на проверку. Руководитель районной администрации в очередной раз инспектирует ключевые объекты Щелковского района. И вновь на карте маршрута три строящихся детских сада. Два в Медвежьих озерах, один в центре города Щелково на первом советском переулке. Алексей Валов уже посещал их на прошлом выездном совещании. Тогда все стройки от графика отставали. Теперь темпы работы возросли, однако отставание еще есть. Но это не должно повлиять на ввод дошкольных учреждений. Вы видите, какая задача у нас у всех, и у вас в том числе. Таким образом, административно, независимым журналистским контролем проверять ситуацию и, соответственно, коррективы вносить, чтобы все-таки к Новому году мы эти садики достроили. Я уверен, в течение максимум пяти лет, по окончательному варианте, мы дадим возможность нашим мамочкам надеяться на то, что их дети пойдут и в детский сад, и в школу, и на спортивные объекты, и на спортивные площадки. Еще один важный социальный объект – реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, который появится в Медвежках. Он откроется в здании бывшего учебного центра местной воинской части. Работы начались около месяца назад и идут согласно графику. В 20-х числах сентября уже планируется сдать первый этаж. Сейчас на данный момент реконструкция фасада. Сейчас мы еще получим экспертизу по фундаментам окончательно. И начали уже благоустройство в задней части дома. Уже там трактор работает. И на этой неделе мы уже прокладываем коммуникации. К концу недели начинаем работы по отделочной работе. Также в рамках выездного совещания Алексей Валов посетил строящийся ФОК с ледовым катком на улице Фабричная. Здесь основная часть работы уже завершена. По словам строителей, объект готов на 80%. Однако есть отставание на две недели. Задержка была вызвана сложностями возведения и подключения трансформаторной подстанции. Эти проекты надо ставить в приоритет. И срывать сроки их ввода в строй нельзя. В конце месяца мы приедем, посмотрим. А уже, как бы они говорят, шероховатости стирать, тут попозже чуть будет. В завершении выездного совещания районные власти отправились в микрорайон Чкаловский. Здесь, в доме номер два на улице Циолковского, открылось отделение Щелковского единого расчетного кассового центра. Таким образом, местным жителям не придется теперь ехать в центр города, чтобы оплатить коммунальные услуги. Здесь у меня будет три бухгалтера, чтобы решить как можно быстрее все вопросы, которые возникли. Здесь у нас порядка под 10 тысяч лицевых счетов. Соответственно, умножайте, там 40 тысяч, 30 тысяч жителей. По словам Алексея Валова, в скором времени Щелковский район войдет в московский областной единый расчетный центр. И у нас здесь будет филиал, и будет на каждом микрорайоне в поселении работать пункт сбора платежей, в виде такого маленького филиалечка. И в общем и целом, те средства, которые будут после расщепления и вывода их для оплаты ресурсоснабжающим организациям, оставшись на квартире Дова, будут полностью под контролем общественности.